Трое екатеринбуржцев, признанных виновными в нарушении правил безопасности приведения строительных работ, повлекшим по неосторожности смерть четырех человек, а также в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащей исполнения своих профессиональных обязанностей, получили условные сроки. А от наказания за причинение тяжкого вреда здоровью их походатайство прокуратуры и вовсе освободили в связи со стечением срока давности. Трагедия, расследование которой длилось более трех лет, произошла 9 ноября 2016 года на территории машиностроительного завода имени Калинина, Екатеринбургского оборонного предприятия, производящего в частности зенитно-ракетные комплексы С-300 и БУК. В разгар рабочего дня в ремонтируемом, но продолжавшем работу цехе номер 15 на площади свыше 3300 квадратных метров с высоты 12 метров обрушилась кровля и частично несущие ее конструкции. В это время в цехе находилось несколько десятков рабочих, четверо из которых погибли, трое получили тяжкие увечья и еще 13 ранения средней и меньшей тяжести. В ходе расследования этой техногенной аварии выяснилось, что вопрос о пригодности этого цеха к эксплуатации был поднят руководством предприятия перед заместителем главного инженера завода по эксплуатации фондов Владимиром Гагановым еще в 2010 году. Летом 2016 Гаганов привлек к экспертизе челябинскую фирму «Электрострой», специалисты которой признали здание аварийным и рекомендовали немедленно прекратить его эксплуатацию. Однако этого сделано не было. Вместо закрытия цеха начался его ремонт, причем без прекращения работы производства. Реконструкция была поручена двум компаниям – СК «Крона» и ООО «Наш Дом». Как выяснили следователи, обе эти компании также халатно отнеслись к порученной им работе. В частности, критическим стало устройство рулонной кровли корпуса поверх ранее существовавшей и складирование стройматериалов на крыше здания. Дополнительного веса старые стропильные конструкции цеха просто не выдержали. По оценкам экспертов, фактическая нагрузка превысила проектную более чем в два раза. Обвинения в этих нарушениях были предъявлены директору ООО «Наш Дом» Илье Кондрашину, учредителю строительной компании «Крона» Юрию Ожиганову и директору «Кроны» Андрею Андреевскому. Последний, к сожалению, до суда не дожил. Пятым обвиняемым стал инженер технического надзора отдела номер 49 завода имени Калинина Виктор Шмелев. В обязанности которого входил технический контроль со стороны заказчика за выполнением подрядных работ. Подсудимые, в зависимости от роли каждого, обвинялись в преступлениях, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. 109-й – причинение смерти по неосторожности, 118-й – причинение тяжкого вреда здоровью. И 216-й – нарушение при строительстве, повлекшее массовую гибель. К моменту вынесения приговора срок привлечения по менее тяжкой из этих статей, 118-й, истек. Поэтому от наказания за травмирование рабочих подсудимые были освобождены. Но и на строгом наказании за другие преступления подсудимых прокуратура по какой-то причине настаивать не стала. В начале процесса обвинитель просил наказать строителей лишением свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима, а руководителей завода сроком на 2 года. В итоге все получили условные сроки от 2 до 3 лет.